Итак, дорогие друзья, мы с вами все в отпуске, лето, жара, июль, но работу никто не отменял. Приветствую вас на канале Галина Коломейко, Кройка и Шитье. И сегодня я решила вспомнить о том, что существуют в нашей жизни не только полненькие девочки, но существует большое количество, большая масса совершенно стройных, тонких, красивеньких красавиц, независимо от того, какой у них возраст. И натолкнула меня на эту мысль вот такая вот история. Посмотрите, что я вам хочу сегодня показать. Значит, вот такое вот платьице прилетело ко мне на просторах интернета. Я в него, конечно, сразу же влюбилась, потому что, ну, красота же, красота. Вот эта узенькая полоска открытого животика, я вспомнила свою молодость, и что я тогда тоже шила себе платьицы такие, да и довольно долго я такие платьицы шила, потому что были жаркие года, и летом надо было как-то от этой жары спасаться, немножко другая была вариация этой темы, но вот эта узенькая полоска на животике, она может быть для кого-то шире, для кого-то уже, но тем не менее она никому не повредит. И если вот она такая красота, у нас сегодня будет с вами разбираться. И наша тема сегодня вот такое вот платье. Как всегда, убираем в сторону художественный эскиз. Я подготовила вам техническое задание, чего я вам желаю. Никогда не минуйте этого, еще раз повторяю. Итак, передняя половинка платьица, задняя половинка платьицы. Давайте разберем, что у нас здесь есть. У нас есть очень облегающий лиф. Это костюм, состоит из двух частей. Юбочка. Мы видим по форме вот этой юбки и по тому количеству сборок, которые здесь есть, что эта юбочка выполнена из простого прямоугольника, нужной вам длины. Делаете вот такую юбочку, собираете верхнюю часть на две широких строчки, стягиваете до вашей талии и пришиваете широкий пояс. Вот он у нас показан на спинке. Замочек проходит прямо наверх. Пояс я не рекомендую делать шире 7 сантиметров, потому что больше 7 будете делать, он будет у вас все равно скручиваться. А 5-6 сантиметров попробуйте. 3-4 будет для такого фасона маловато. Итак, поясочек у нас вот такой. И с юбочкой мы даже говорить не будем, и тратить не будем на это время, потому что это все очень-очень просто для самого начинающего. И вообще это платье простое, сейчас вы в этом убедитесь. Дальше, вверх очень облегающий, расширенная вот такая вот горловинка, видите, да? Потом из этой середины примерно плеча идет рельеф, который проходит через высшую точку груди, вот через эту точечку он проходит у нас обязательно, и дальше он спускается к нижней части нашего лифа. Чтобы выкроить такой лиф, что нам нужно знать? Нам нужно знать форму выреза, то есть откуда начинается вот этот вырез, вот откуда он начинается у нас, да? То есть эта мерочка, назовем ее VG1, по аналогии с меркой VG, которая измеряется от высшей точки плеча до выступающей точки грудной железы, и записывается она у нас вот здесь. Здесь нам надо одну мерочку начала как бы выреза, а вторую мерочку дополнительно, высота груди вторая, это конец нашего лифа, то есть конец вот этого вот изделия нашего, да? Когда грудь уже закончилась, не обязательно сразу заканчивать вот это вот все строго под грудью, немножко отодвиньтесь от этого, не надо форму бюстгальтера повторять, чуть-чуть можно ниже спуститься, а сзади вообще можно сделать чуть-чуть подлиннее, сейчас мы на выкройке это посмотрим, и вот эти две мерочки нам будет очень нужно. Длина рукава, понятное дело, видим, что рукавчик очень пышный, представляет собой фонарик, который делается с помощью параллельной раздвижки из обыкновенного вточного рукава. Собственно, вот говоря и все. На спинке те же самые два рельефа, и вот здесь середина спинки, она обработана ниткой-резинкой. Видите? И поэтому это изделие, во-первых, стягивается, во-вторых, может быть немножко безразмерным. Кто шьет изделие на заказ, пожалуйста, используйте эту идею, потому что вот такой вот комплект, выполненный, вернее, не на заказ, а на продажу, выполненный вот таким образом, будет иметь коммерческий успех, потому что тут нитка-резинка, оно будет кому-то поплотнее, кому-то посвободнее, многим размером оно может подойти. Ну вот, это мы разобрали технический эскиз. Дальше, наши мерки, как обычно мы их выписываем, я уже вас к этому, я думаю, вы привыкли, кто следит за моими публикациями, да, не буду подробно на этом останавливаться. И прибавки. Прибавка по груди, конечно же, 0. Прибавка по талии тоже 0. Прибавка к похвату плеча возьмем 4, потому что 6 будет спорить с прибавкой по груди, потому что вся прибавка по обхвату плеча, она прибавляется у нас, вы знаете, в ширину проймы. И дополнительно мы должны с вами записать мерочку начала выреза ВГ1 и мерочку окончания нашего топика, мерочку ВГ2. Вот, собственно говоря, и все наше техническое задание. Теперь давайте мы будем над ним работать. Работать мы будем с вами над лифом, потому что именно он вызывает у нас наибольший интерес. Вот так. Значит, я думаю, что вам хорошо все видно. Что нам для этого нужно взять? Нам нужно, конечно же, построить базовую конструкцию, по этим меркам и вот по этим прибавкам. Тоже опускаю этот момент. Многие мне задают вопрос, почему я не рассказываю о том, как я строю базовую конструкцию. Мои дорогие, вернитесь в плейлист, который я называю «Уроки моей жизни» в самое начало, и там очень подробно все это рассказано. Если я всякий раз буду повторять построение базовой конструкции, наш мастер-класс никогда не закончится. А наша с вами задача работать достаточно продуктивно и не очень долго. Итак, вот наша спинка и вот наша полочка. У нее, как всегда, есть основная нагрудная выточка, которая строится отсюда, и талиевая выточка, которая строится вот отсюда, снизу. И я ее обычно отношу вбок. В этой же модели нам нужно... Отложим пока спинку в сторону, работаем с полочкой. В этой же модели нам нужно с вами вот эту выточку подвинуть вперед. Для этого я опускаю перпендикуляр из вершины. Это середина выточка. Откладываю раствор выточки слева, раствор выточки справа. И, так как я буду их объединять, я нарисую просто вот такими вот прямыми линиями. Пока нарисуем вот такими прямыми линиями. Затем нам нужно нарисовать рельеф и вырез горловины. Эта выточка нам мешает. Значит, ее надо закрыть. А чтобы ее закрыть, нужно сделать разрез. И я этот разрез делаю, одновременно вырезая вот эту нашу выточку и забываю о ее существовании. После этого закрываем верхнюю выточку. У нас это получается легко и непринужденно. Вот. Мы увидели целый плечевой шовчик. И мы можем спокойно с ним поработать. Итак, я хочу найти вот эту точку. Для этого я плечика, наверное, разделю пополам. Потому что мы говорили много раз, что наши бретели живут во второй половине вот этого плечика. Нашла точку. Затем я откладываю от высшей точки плеча вниз мерочку высота груди. Ну, наверное, где-то вот так вот у меня будет. Вот эта точечка, да? Вот эта мерка у меня будет мерочка высота груди. И я хочу нарисовать вот этот вырез. Но для того, чтобы его нарисовать, я должна нарисовать вот эту линию. Посмотрите, выбранная мной точка. Смотрите, как она хорошо у меня ложится. Она будет как любимый мой вариант, когда у нас все рельефные линии как бы сужаются к области линии талии, формируя иксообразный силуэт. И у нас получается нужная нам форма. Затем я выбираю вот этот вырез, откуда он у нас идет, вот отсюда. На линии груди у меня будет вот эта перепоночка. Какой ширины мы сделаем с вами перепоночку? Ну, давайте мы сделаем ее 3 сантиметра. Значит, нам надо 1,5 сантиметра отложить в эту сторону. И, соответственно, 1,5 сантиметра будет в другую сторону. И в длину какая у нас будет она? Ну, я думаю, в длину сделать сантиметра 4. А то можно и 5 все сделать. Ну, давайте 4 сделаем. Вот так вот, 4. Значит, 1,5 здесь и 4 вот здесь. Это вот эта наша перепоночка, мы ее нарисовали. Значит, вот эту точку я должна соединить вот так, вот так. Вот, вот так мы соединили. Все хорошо. Теперь я сейчас отложу от высшей точки плеча вниз мерочку высота груди 2. Вот, вот от этой точки плеча вниз я откладываю мерочку высота груди 2. Ну, допустим, она у меня где-то вот здесь оказалась. Вот эта мерка VG2. Значит, я вот эту точку должна соединить с ней. Вот, дальше не могу проводить, потому что у меня выточка закрыта, открыта. Сейчас мы ее закроем. Вот так вот закрыли. И теперь я могу уже провести ее дальше. Если я хочу, чтобы у меня закрыта была большая часть, я могу сделать вот так. Так, так, и еще пояс на юбке у нас ведь, давайте возьмем его 5 сантиметров. Пояс на юбке 5, значит, он будет доходить вот до сюда. Значит, я должна уже сюда не перекрывать вот эту мерочку. Закрыли. И уходим линеечкой. Так, выше немножко. Не хотите, чтобы была у вас эта дырочка? Туда же прямо и заходите. Я вот так нарисую. Вот так у меня нарисовалась. И смотрим, что нам надо вырезать. Вот, собственно, мы набросали главные наши линии. Вырез есть. И нижняя часть есть. Я должна вот это сейчас все вырезать. Еще я хочу сразу вспомнить о том, когда я буду уже приступать к оформлению вот этой вот, полочке, что у нас рукавчик, вот этот рукавчик, фонарик, он начинается не с конечной точки плеча. Он прямо сантиметра на 2, на 3 вот сюда вот укорочен. Давайте так и сделаем. Вот от этой точки откладываем сюда 2 сантиметра. Вот это 2 сантиметра. И оформляем вот такую вот красивую пройму. Вот это я уже могу вырезать. Но и то пока не буду, потому что вот эти все данные мне нужно перенести на спинку. По боковому шву это будет вот эта меточка. По плечевому шву это будет вот эта пройма. Пройму снимаем аналогично. Также отмечаем там ширину нашей бретелечки. Вот она бретелечка, да? И попробуем нарисовать вот эту линию. Ну, наверное, я тоже ее нарисую в любимом мною варианте. Как-то вот так. Так, это линия как бы того, вот этого рельефчика по спинке. Вот она, вот этого рельефчика по спинке. Сейчас мне надо выбрать вот эту линию. А эта линия будет обязательно выше линии груди. Если это у нас линия груди, мы закроем немножко наше нижнее белье. Повыше поднимемся сантиметра на 2, на 3 можно подняться. Можно чуть больше подняться. Вот чем больше вы подниметесь вот здесь на спинке, тем больше у вас будут ребра жесткости. У вас не будет, потому что когда открытый перед и открытая спинка очень сильно, вот эти вот рукавчики могут сползать. Поэтому вы заинтересованы в том, чтобы вот это место поднять повыше. Имейте это в виду, когда будете делать свой выбор. И затем, значит, вот эту выточку я сдвигаю на свой рельеф вершинку, так. И ее раствор у меня, вот он, вот она была эта выточка, да. Значит, так и остается. И должна я буду вырезать. Она получилась у меня с наклоном, вот так. Вот это я вырежу. И длина у нас задней половинки спинки будет вот такая. Вот и все, что мне нужно вырезать, вырезать, вырезать. Выточка пропала и вырезать. Работаем. Значит, спинка самая легкая, пожалуйста. Ну, а технология обработки такая, что вот эту часть, которая на нитку резинку у нас с вами сходится. Посмотрите, как вырезать буду. Я сделаю сначала, закрою вот эту выточку, потому что стороны у нее все равно не одинаковые. Вот так вот. Видите, капель куда сместилась, но все-таки сместилась. И поэтому я сейчас отрежу вот уже ровненько. Вот так вот хорошо у меня получилось сзади. И вырежу после этого уже до конца нормально выточку. Так. Так. Вот. И эта часть у нас делается, выкраивается пошире. Видите, замочка никакого нигде нет, да. Вы добавляете сюда еще там, скажем, 4 сантиметра и прошиваете потом это все ниткой резинкой. Потом уже соединяете это вот сюда. И здесь, конечно, отмечаете вот такую контрольную точку. Эта деталь готова. Боговая часть спинки. Усекаем пройму для пышного рукавчика. Готово. Так. Убираем. И вырезаем вот эту часть. Так. Это нам не нужно. Здесь мы что вырезаем? Здесь вырезаем еще проймочку. Ну вот. Бачки наши полностью готовы. Готовы. Так, прошу прощения, еще вот эту нужно вырезать. Вот. Бачки наши полностью готовы. Спиночка у нас готова. Осталось поработать вот с этой деталькой. Здесь, конечно, у меня будет вот здесь шовчик. Мне нужно сборочку вот эту получить. Как мне ее получить? Да очень просто. Я вот сюда сделаю разрез. Можно еще сделать разрез. Но не обязательно. Можно еще сделать разрезы. Но я думаю, что мне хватит одного разреза. Вот так вот делаем разрез. И раскрываем вот эту нашу деталь немного для того, чтобы появилась вот эта сборка, которая есть у нас по центру. Вот так вот, например, раскроем ее. На сколько сантиметров? Там 6 сантиметров, да? Потому что тут узенькое расстояние, чтобы вот так вот круто не получилось, не надо этого делать. Вот примерно так. И сейчас мы с вами уже до конца оформим результат. Опять уже 16 минут. Хочется все время делать побыстрее, но побыстрее не получается. Так, и клея у меня здесь нет. И приклеить мне нечем. Ай-яй-яй. Ну ладно. Сейчас выйдем из положения вот таким образом. Значит, вот эту деталь я просто обрисую. Это середина, передняя часть полочки. Обрисуем ее, обведем простым карандашиком. И результат обведем уже ярко фломастером, чтобы было видно. Потому что самая сложная деталь, это вот эта деталь. Приклеивать мне не удалось. Посмотрите, как мы ее будем кроить. Мы объединяем вот эту часть, так. Вот эту часть мы тоже вот так вот объединяем. Никакой выемки здесь не делаем. Это рельеф у нас остается. И здесь вот так вот выемки тоже не делаем. И вот это все собирается. Мы решили перемычку сделать 4 сантиметра. Значит, пишем здесь, что это будет 4 сантиметра. Вот и все. Эта деталь готова. Следующая, я не буду приклеивать и обводить как-то. Я думаю, на это время тратить нам не нужно. Получится вот такая вот история. Значит, ну давайте вот так вот здесь ее сделаем. Вот. Это спинка. Здесь вы спиночку, пожалуйста, не забудьте увеличить. Значит, потому что вот это у вас нулевые прибавочки. Так. А нам нужно получить такой размер, чтобы мы вошли. Поэтому сантиметров 5, а то и 6 в крое вы вот здесь добавите. Вот. И результат у нас будет вот такой. Вот такая будет у нас спинка. Здесь просто обводим и добавляем припуски. И, наконец, наш рукавчик. Хотелось мне показать, как кроить такой рукав сразу на ткани. Но смотрю, опять времени уже маловато. Ладно, покажу как-нибудь в следующий раз. Не буду все в одну кучу валить. А здесь очень просто. Выполняется так называемая параллельная раздвижка. Как сделать параллельную раздвижку? Вот я на ткани... У меня есть вот такой рукавчик, который я построила, допустим, на бумаге. Хотя я-то редко это делаю, но вы любите так делать. Вот. Я прикладываю, нарисую на ткани вот такую полоску. Теперь обведу так, так, так. Серединку обвела. Хочу расширить свой рукавчик. Насколько? Вот этот такой широкий рукав, чтобы я пышный очень, из какого-нибудь формоустойчивой ткани, типа шитья, можно его делать. Ну, вот я в данном случае хочу увеличить практически в полтора раза. То есть на 16, на 17 сантиметров я вот так вот расширила его, да. Можете, если это шифон у вас 20 сантиметров и 25 делать, но я захотела вот такой вот сделать рукавчик. То есть я его просто отодвинула. Вот так. И вот что у меня получилось. Вот это все у меня параллельная раздвижка. И я обвожу уже результат таким, каким мне надо. Помните, я укоротила плечо на 2 сантиметра? Поэтому я сейчас на сантиметрика полтора, вот так вот, буду поднимать, округляя вот этот вот так от рукава. Делаю его вот таким вот. Серединки даже можно чуть-чуть побольше подняться. И выбрать эту серединку, потому что она будет дружить у меня вот с этим плечом. На этих участках нужно будет сделать, давайте отведем. Опять уже 20 минут. Ай-яй-яй. Как не стараешься быстро вам рассказать все? Не получается, потому что хочется рассказать правильно. Правильно значит подробно. Здесь до перпендикуляра мы с вами выбираем. Так и так. Не забывайте про то, что отмечаете контрольные точки. Вот эту, вот эту. Это серединка обязательно. Здесь рисуете волнистую линию и пишите, что мы собираем вот это все. Значит, сколько здесь? 8 сантиметров. И здесь тоже 8 сантиметров. Значит, на 16 сантиметров мы собираем. На две широких строчки. Вот это место мы тоже собираем. На сколько? На мерочку ширина обхвата плеча. Ну, например, у меня было там 27, скажем. Значит, вот здесь соберем на 27. И после этого мы выполняем с вами примерку. Ну, давайте я уже это тоже для красоты нарисую, чтобы было все до конца понятно. А юбочка, повторяю еще раз, строится очень просто. Это обыкновенный прямоугольник. Какой хотите ширины, такой его и делайте. Вот. Слева у нас полочка. Справа у нас вот такая спинка. Приклеить сегодня не получилось. Прошлогодний клей оказался на даче. Засохшим. Все. Вот такая сегодня у нас с вами получилась история. Всего вам доброго. До новых встреч. Всегда Ваша Галина Коломейко. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте свои вопросы. И пишите свои предложения. Постараюсь отвечать всем, как в этот раз.